Добрый день! В эфире первого информационного подробности с вами Давид Степанян. Мы будем говорить о, пожалуй, главной теме последних двух дней. Это визит российского президента Путина в Баку, его переговоры с Ильхамом Алиевым и те договоренности, которые были достигнуты или не достигнуты по итогам этого визита. В основном переговоры и те заявления, которые были озвучены в их входе переговоров и, самое главное, по итогам переговоров, на первый взгляд свидетельствуют о декларативном характере данного визита. Есть также мнения, которые озвучивали всякие различные западные СМИ, что посредством визита в Баку, посредством визита в Азербайджан Путин пытался продемонстрировать хорошую мину при плохой игре, а плохая игра, как известно, разворачивается сейчас в Курской области Российской Федерации. И российская политика скатилась до того уровня, что Путин был вынужден поехать в Азербайджан, чтобы просто забить информационное пространство, внутрироссийское информационное пространство, своими переговорами, великими переговорами с Алиевым и отвлечь внимание собственного общества от того позора, которым покрыла российская армия ее действия в Курской области, где Украина захватила уже практически 100 населенных пунктов. На первый взгляд, это такое впечатление, которое создается у человека, который следит, отслеживает за информационными потоками в российских и азербайджанских СМИ по итогам этого визита. Было принято также совместное заявление Алиевым и Путиным, в рамках которого Алиев заявил, что стороны подробно обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Он также указал, что после сентября 1923 года, речь идет об этнической чистке в Нагорном Карабахе, в регионе создалась совершенно новая ситуация. Ну, достаточно закономерно, что создалась новая ситуация, поскольку в Нагорном Карабахе армяне больше не живут. Нагорный Карабах сейчас опустошен. Люди были лишены своей родины под угрозой смерти, насильственно выселены и стали жертвами этнической чистки, стали беженцами. После этого Алиев заявил, что стабильность и безопасность всего региона Южного Кавказа, всего региона Южного Кавказа во многом зависит от тесного взаимодействия Азербайджана с Россией, кто бы сомневался. Именно это тесное взаимодействие привело к тем итогам, которыми увенчалась азербайджанская агрессия в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. И, наконец, самое главное, вот это вот совместное заявление, которое было принято переговор с переговаривающимися сторонами, в основном содержало отсылки на двусторонние отношения, подтверждало и дополняло те пункты, которые были приняты в знаменитой декларации, подписанной в феврале 2022, кстати, за день до вторжения, российского вторжения в Украину между Россией и Азербайджаном. У касательно региона есть отсылка, призыв, призыв, опять возвращаемся к декларативному характеру, развивать потенциал консультативно-региональной платформы 3 плюс 3 как эффективного механизма взаимодействия. Ну, для начала отметим, что 3 плюс 3 как платформа не существует, существует в лучшем случае 3 плюс 2, не путать с известным советским фильмом, поскольку Грузия изначально отказалась принимать какое-либо участие в работах этой платформы. И поэтому само вот это заявление на платформу, в рамках которой состоялась, по большому счету, всего лишь одна встреча в Тегеране, и теперь планируется вторая встреча в Турции на уровне глав МИД, ну, как минимум, опять-таки, отсылают нас к декларативности. Что касается реальной политики, а реальная политика это коридор север-юг через территорию Азербайджана с участием Ирана, Азербайджана и России, то создается впечатление, что договориться высоким переговаривающимся сторонам не удалось, потому что Алиев достаточно с таким холодным, на мой взгляд, одолжением заявил о своей готовности открыть этот коридор и даже не упомянул при этом такую страну, как Иран, без которой реализация этого проекта вообще невозможна. Нет конкретных договоренностей, во всяком случае, об этом нет ни слова в итоговом коммунике, в вопросе перекачки российского газа, реэкспорта российского газа через Азербайджан в Европу. Об этом также нет ни слова, хотя всем известно, что России бы очень бы хотелось и Азербайджану бы очень бы хотелось загробастать на этом дополнительную прибыль, но во всяком случае об этом в азербайджанском информационном пространстве, а есть и такое, говорят только эксперты. После чего ожидаемо последовал шквал обвинений в адрес Армении, например, со стороны господина Сергея Лаврова, которого некоторые по ошибке, по какому-то недоразумению именуют Калантаровым и даже говорят о его армянском происхождении. Господин Лавров напомнил нам всем о существовании подобного документа, я всегда именовал его куском бумажки, который был подписан 9 ноября 1920 года по итогам азербайджанно-турецкой агрессии в отношении армянского народа, которая была предпринята с одобрением и согласованием с Россией. И забыв о том, что предыдущие 8 пунктов не реализованы этого документа, господин Лавров напомнил Армении о 9 пункте в очередной раз и даже обвинил Никола Пашиняна в саботаже данного клачка бумаги. В то время как российские миротворцы, которых часто в самом Нагорном Карабахе называли миропритворцы, уже давно не в Нагорном Карабахе, Нагорного Карабаха, армяно-населенного Нагорного Карабаха не существует, российских миротворцев нет в Лачинском коридоре, где они были должны быть и обеспечивать безопасность армянского населения. Нет всего этого, но вот почему-то получается, по роге господина Лаврова-Калантарова, что 9 пункт должен быть. На фоне всего этого, на фоне всей этой пустой, на мой взгляд, риторики, создается впечатление, что вся ценность вот этой всей активности России, визита Путина, заявление Лаврова, заявление, там, не помню фамилию, был какой-то товарищ, который в ОДКБ, в МИД России чиновник с армянской фамилией, в данном случае это не важно. Все это говорит обо вном, что ценность активности России в регионе для Азербайджана связана с единственным обстоятельством – принятием Москвой новых политических реалий, созданных Азербайджаном, опять-таки, с согласием и с одобрением России. Все остальное – это просто разговоры. И самое главное, мы видим, что не получается также создание геопоэтического треугольника России-Азербайджан-Иран, в то время как это является на сегодня одним из проектов, конкурирующим с проектом Север-Юг с участием Армении. И самое главное, пожалуй, во всем этом, самой России не нужен Южный Кавказ, если этот Кавказ не будет увязан с Ираном. Получить же такую связь Россия может только посредством Азербайджана и посредством Армении. И здесь в очередной раз возникает угроза использования Ильхама Алиева в качестве тупого предмета, которым Россия может попытаться в очередной раз надавить на Армению, ударить Армению, синицировать эскалацию, большую или небольшую, посредством которой заставить Армению возвратиться в российский фарватер. Кстати, очень много говорилось о необходимости возвращения на российские площадки переговорные. И глава МИД Азербайджана Байрамов с готовностью выразил согласие азербайджанской стороны это сделать. Чем закончились переговоры на российской площадке для Армении, всем известно. И для Нагорного Карабаха также. Наконец, самое главное. У России на сегодняшний день нет для всего этого элементарных ресурсов для того, чтобы реализовать эти планы. В противном случае бумажка от 9 ноября не была бы бумажкой. И как минимум были бы реализованы некоторые ее пункты. А не только тот пункт, о котором сейчас Россия и Азербайджан турбят на весь мир, а именно 9 пункт о необходимости разблокирования региональных коммуникаций. И я полагаю, что если бы у России были действительно эти ресурсы, то как минимум армяне Нагорного Карабаха жили бы сейчас в своих домах на Нагорном Карабахе. Без этого выполнение каких-либо договоренностей в рамках этого клочка бумаги как минимум невозможно. Как максимум подобные заявления вызывают смех и сарказм в отношении сторон, которые их делают. Пожалуй, это все те итоги, которые мы в Армении можем констатировать от этого визита Путина в Баку. А если мы будем говорить более кратко и более емко, то много шума из ничего. Пожалуй, вот так. Мы продолжим нашу программу через небольшой промежуток времени. Продолжение следует...